В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева в Москве для широкой публики открылась новая постоянная экспозиция «Калязин фрески затопленного монастыря». Выставка рассказывает о многолетней работе по сохранению и изучению уникальной коллекции живописи Троицы Макарьева монастыря. На открытие побывали и наши коллеги из Калязина. Из тысячи квадратных метров росписей Троицкого собора удалось спасти около 150. Но и это можно считать подвигом реставраторов. Широкая публика увидела, как создавалась роспись колязинских фресок, а также как их спасали реставраторы. Посетители познакомились со специально разработанной в Строгановской академии методикой реставрации фресок Троицы Макарьева монастыря. Эта выставка ждала своего осуществления до дневного года. Мы планировали ее и 10 лет назад, но как-то все не замечалось. На самом деле, представить все фрески после того, как они были спасены в 42-м году, старались еще тогда, но когда случилась война, и то, что они не были выставлены. Фрески, выбранные для экспозиции, включают в себя ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, цены из христологического цикла и апокалипсиса, а также изображения святых князей. Нам очень хочется отреставлить эту коллекцию жемчужину. Я не попаю слова, это жемчужина России. Вот эти вот фрески, их писали мастера первой руки. На торжественном открытии экспозиции присутствовало немало гостей. Среди них тверичи и колязинцы, которые приехали в Москву целой делегации. В их числе был и глава Колязинского района Константин Ильин. Это событие у нас происходит в доме в 530-м году, в 530-м году, в 530-м году. В 530-м году, в 530-м году, в 530-м году, в 530-м году, в 530-м году. Теперь выставка колязинских спасенных фресок будет постоянно открыта для посетителей в центре Москвы. И каждый желающий может посетить Московский музей архитектуры и увидеть своими глазами эти средневековые фрески.